Друзья, здравствуйте! Сегодня у нас джинн Баристер Артемизия Апсинькиум. Продолжаю я знакомиться с джиннами Баристер. На канале уже был обзор на All-Tone джин и Pink. Данные мне напитки очень понравились. Ссылочки сейчас всплывут в правом углу. Давайте вскроем. Попробуем. С бутылки запах сразу джинна. Цвет какой приятный. В бокальчике такого. Аромат, друзья. Можжевельник. Это понятно, потому что это джинн. И отдаленность чего-то есть. Я не пойму, чего. Но понятно, я догадываюсь, что это здесь. Друзья, пробуем. На ваше здоровье. Да. Это та же история, друзья, что и с пинг джинном у него была. На запахе одно, а на вкусе другое. Здесь в запахе ни аниса, ни полыни нет. Наверное, так и должно быть. Можжевельник, в первую очередь, на вкусе сразу полыни анис. Кто-то это любит, кто-то это не любит. Мне нравится. Мне нравится и анисовой водки, и к самбуке я ровно отношусь. Я скажу, что он мягкий. Мне показалось, что он мягче, чем... Сейчас еще. Намного мягче, друзья, чем был тот же и Олтон Джин и Пинг Джин. Намного мягче. Сейчас вот появляется запах полыни. Запах сейчас вперемешку. И полынь, и анис, и можжевельник, и что-то еще. Сейчас еще чуть-чуть. Приятный, приятный запах. Этот из разряда тот джин, который можно пить в чистую. Кому нравится, конечно, кому нравятся составляющие аниса, полыни, можжевельника. Мне вот, я вот сейчас его выпил, мне приятно. Он у меня комнатной температуры, но в него добавить льда, даже не разбавляя, просто добавить льда. В жаркий день обалденно. Но опять повторюсь, это любителям аниса, соответственно, джина. Нравится, нравится мне, друзья. Читаем состав. Джин Баристер Артемизия Апсинтиум. Изготовитель у нас, как и прошлые джины, это, понятно, группа Ладога. Санкт-Петербург. Состав. Ох, ешкин кот, тут с золотистыми буквами. Вода, исправленная, спирт этиловый люкс, зерновой, ароматные спирты, можжевеловые ягоды, это понятно. Аниса, да. Звездчатого бадьяна. Мяты перечной. Мяты перечной, я не знаю, не почувствовал. Может быть, что-то обжигающее сейчас во рту, но это может быть и от можжевела. Да, колкость такая, но это оно вперемешку, я думаю. Так, что здесь еще, друзья? Свежие лимонные корки, понятно, кориандра, понятно, полынь, полынь, да, есть. Тмин, тмин есть. Кориандр, сахар и краситель Тартразин. Синий, блестящий. Вот так вот, блестящий, друзья, краситель. Условия хранения все. Срок годности не ограничен. Крепость 40, объем 0,7. Друзья, интересный напиток, интересный. Вот как наливается красиво. Я, друзья, в прошлом ролике брал стаканы под джинн, а потом мне супруга говорит, у нас есть стаканчики такие, ты забыла. Я вспомнил, да, вот, чтобы он больше раскрылся. Это не стаканчики, это бокалы. Если не ошибаюсь, это бокалы под граппу. Хотя, хотя, и виски, и коньяк здесь, такой удобный. Тюльпани будет раскрываться. Сейчас опять налил. И первое, то, что в нос бьет, это можжевел. На вкус еще раз. Ваше здоровье, друзья. На вкус сразу анис и полынь. Мне нравится. И мягкость. Мягкость по сравнению с солтомом, да и спинком, наверное, в чистом виде, в котором чистоганя, он намного мягче пьется. Я думаю, он и предназначен для того, чтобы его можно было со льдом смешать. Даже не в коктейлях, а так его в чистом виде наслаждаться. Это как бы и не джины, и не абсент. Что-то между. Абсент в чистом виде тоже еще испытание для каждого. Хотя, каждому свое, как говорится. Вкусно. Вкусно, друзья. Что нам известно за данный напиток, друзья? Барисер. Артемизия. Абсинтиум. Это уникальный в своем роде продукт. И революционный эксперимент на стыке абсента и джина. Присутствие полыни в составе придают джину особый, уникальный, пряно-горьковатый вкус с филигранно выверенным балансом трав и специй. Вот, специи. Да, на... Подожди, а в составе вроде не было специй. Или были? Ну, я сейчас перечитывать не буду, потому что очень тяжело читать. Здесь зеленый фон, золотые буквы. Ну, а сейчас какой-то послевкусие обжигающий, как специями. Рекомендуется данный джин употреблять в чистом виде в качестве оператива или дежестива. Согласен. А также добавлением льда или как ингредиент коктейлей. Да, вот... Мы сейчас и коктейль попробуем, друзья, и со льдом, и... Ну, полностью согласен. Полностью согласен. Давайте... Буквально крапулю еще. Не, ну, красиво. 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 По итогу, друзья. По запаху джин. Когда пьем, у нас сразу анис и полынь. И на послевкусие опять джин. Вот как я могу охарактеризовать данный напиток. Давайте попробуем, друзья, сделать коктейль. У нас будет этот джин абсентиум. 40 грамм я наливаю. Здесь у меня на стакане отмечено. И у меня, друзья, тоник. Замечательный тоник, друзья. Если вы помните, именно этот тоник меня покорил в ролике про Баристер Пинг Джин. Обалденное сочетание. Вообще бомба. Кому интересно, можете посмотреть по ссылке. В верхнем правом углу всплывет еще раз. Чилао Тоник Биттер именно лимон. и Баристер Пинг Джин. Во! Сочетание. Обалдеть! Я пробовал Баристер Пинг с обычным тоником. Не так. Да, есть. Хорошо. Понятно, что джин с любым тоником. Но вот с этим это именно там переплетание вкусов. Обалдеть! Давайте пробуем здесь, друзья. И я сюда еще выдавлю лимончик и его туда же с вашего позволения брошу. Нужно было взять ложечку бармена, чтобы это всю красоту перемешать. Но мы так попробуем. Друзья, или я много тоника налил, но у меня она в первом плане выходит джин на вкусе, потом идет лимонный тоник и только где-то в отдалении запах аниса и полы не пропадает. Вообще. Вкусно, свежо. Это замечательно зайдет очень летом. Сюда еще льда. Обалдеть! но вкус аниса исчез и полынь и аниса исчез. Или его тоник забрал. Вкус от джина есть, а вкус аниса или лимон или тоник я думаю его забрал. Вкусно. Ну что могу сказать друзья. Я довольным продуктом данным напитком так же и как и собратьям этого джина предыдущим и олтом и пингт. Будем пробовать дальше. интересна данная серия. У них там разнообразная. Попробуем. Это сугубо личное мнение как помним по всем напиткам у меня на канале. От вашего может отличаться. Спасибо за просмотр друзья. Если не тяжело ставьте лайки подписывайтесь и помним что чрезмерное употребление алкоголя вредно для здоровья. До встречи на новых дегустациях. Пока.